Так, ну тут генетинус абсолютус, видимо, когда, сейчас я не могу понять, когда-либо остановился, прекратился шторм моряки, корабли, вот я хочу посмотреть слово «эскеулат». Это либо готовить, либо снаряжать. Так, и, видимо, они снарядили, да? Снаряжали, или, может быть, начали снаряжать, да? Это, может быть, начинательно, да. Как только шторм прекратился, моряки начали снаряжать корабли. Когда наступила весна, отплыли, или отплывали. То есть, после того, как они помолились богам, через многие моря, другие страны поплыли. Да, смотрите, в первых двух предложениях у нас были генетинус абсолютусы, да? В третьем предложении у нас причастие конъюнктум. Оно само стоит без артикля, у ксаминой. Причастие аорисное, конъюнктум. Ну да, я согласен с вами, после того, как я подходит, после того, как вы помолились. Пола ктесаминой нюн ойкаде эпанерхунтой. Те, которые, как бы, все приобрели. Это ктаумай. Те, которые... Ну вот тут не так немножко написано, да? Ну ладно, давайте остальное переведем. Нюн ойкаде эпанерхунтой. Ну, эпанерху май, это у нас, так сказать, возвращаться от ойкады домой. Ныне, получается, нюн ныне. Те, кто... Люди, которые все приобрели, сейчас возвращаются домой. Ну тут так не сказано, что именно те, которые приобрели. Тут сказано... Это же тоже причастие конъюнктум. Тоже можно попробовать каким-то... С помощью какого-то слова обогатить это предложение. Например, после того, как они все приобрели... Много приобрели. Не все, кстати, много, да? Ладно. Или когда они все приобрели... Или поскольку они много чего купили... Наверное, лучше всего подходит после того, как, да? Они приобрели много, они теперь... Или все-таки поскольку, как вы думаете. Наверное, поскольку, да? Сложно сказать. Поскольку или когда они много всего раздобыли, приобрели, нажили, они после этого теперь домой возвращаются. Ну, если хотите, много приобретя, можно так, по-моему, перевести. Ну, наверное, все-таки здесь можно сказать произнеся, или когда он произнес, как-то не хочется сказать. Произнеся мудрые слова, Витор остановился для того, чтобы послушать, что скажут другие. Это цель, как бы предаточная цель, чтобы послушать. И не предаточная это причастие в будущем времени с гос для выражения цели. Это причастный оборот. По этому слогу мы понимаем посол, да? Чтобы, да, чтобы, правильно. По самену аутум алос эрксету леги. Когда он остановился, когда он прекратил, другой начал говорить. Абсолютно верно, да. Но это тоже генетизм. Абсолютно. В общем, когда тот начал, никто не захотел слушать. Никто не захотел слушать. Даже не слушать, а выслушать. Да, выслушать, ауэрис, да. Так, у нас пояса минус это тоже причастие к конъюнктам, да? К конъюнктам еще ауэристо, да, от глагола поеу, да. Тут еще кайпер есть. Очень удобное для перевода слово, да. Несмотря на то, что или хотя. 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 Вот эти красивые слова. Ну, сделал, произнес, в общем. Тем не менее, ну, тем не менее тут нету, ну, как бы можно от себя давать. Тем не менее, упола. Немного диэпрексен. Ди апрасу у нас этот, ауэристо. Ну, не все, как бы, совершил, не все выполнил. Что сказал? Ну, то есть, у него слова расходились с делами. Смысл в этом, да? То есть, хотя, кайпер. Хотя и произнес красивые слова. Немного. Сделал, немного.